ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, народ! С вами Няшка, Алтфакс, Слэп, и мы продолжаем проходить крестоносцев печей магии. Ну что ж, пришло самое время вернуться обратно в шахты гномов и освободить оттуда нашего незадачи украляя Дэна. Сделать это бы недалеко не так просто, как вы понимаете. Элементрю тут бесится, да еще и восстание кипит. Но шесть битежники узнают о пропаже короля, то восстание приобретет наоборот, и тогда враждебных танкновых станет еще больше. Ну, вы это наверняка еще совсем скоро увидите, пока что давайте забьем вот этих паристов. Так, тут у нас находится еще один. В принципе, не проблема, как видите, они запросто зарубаются вообще с помощью дара в бок. Так, еще минус один. Этот уже где-то с трех раз уничтожился, так что возможно вы... Эти гномы будут валиться где-то с трех или четырех раз, так что мы это будем учитывать. По крайней мере, вот эти гномы воины, уж не знаю, что будет касаться остальных. Кстати говоря, тут к вечеринке еще присоединился вот этот земляный элемент. Представим, мы с ним тоже особо не будем церемониться. Не будем даже менять оружие на холодном, чтобы как-то с ним поэффективнее разобраться. Так, ну с этого гнома, в принципе, упало тут зелье лечения здоровья, так что этим у нас будет воспользоваться. Это мы сейчас используем. Это берем с собой. Ну а здесь будет находиться секретик двумя такими зельями, так что мы его тоже возьмем, чтобы как-то не было повода возвращаться обратно. Потому что это будет достаточно кемороя, как вы понимаете, да и к тому же мне просто лень. Ну ладно, во всяком случае, здесь у нас будет находиться... Дом вроде бы как с полным здоровьем, но во всяком случае уничтожается он вообще из-за один удар по какой-то причине. Может быть это просто скрипт какой-то, но вообще непонятно, зачем вот таким сделали. Так, ну ладно, в принципе. Ну, фанатики, как я понял, уничтожаются где-то с трех ударов. Тоже достаточно так быстро. Так. У нас еще один. Так. Давайте еще раз залечим наше здоровье, раз тут баночка такая выпала. Потом еще берем с собой эти взрывные камни. Ну и пойдемте дальше, что ли. Заворачиваем сюда. Тут у нас находится наше уже знакомое заграждение. В том числе и ящик, в котором вообще ничего нету. Так, ну в этом уже появились взрывные камни, правда их всего лишь два. Такое же количество примерно из фанатиков, по-моему, выпадает. Ну, кстати говоря, тут уже, как видите, появилось достаточно много фанатиков, так что предлагают тут устроить вечеринку, а именно в виде окненного шторма. Так, ну давайте подождем, пока они тут вместе во всю такую вот веселую кучку соберутся. И будем сейчас закидывать. Так, ну и теперь второй. Так вот, как видите, они достаточно легко так разлетаются. И что самое главное, весело. На целый такой вот фейерверк из золотых монет и взрывных камней. Ну, в принципе, ладно, давайте мы это все сейчас дело соберем. Так, и страшник нас по какой причине даже стал нападать. Может быть, мы просто его рассослили, потому что вот мы устроили ему такой взрыв нехилый, из-за которого он чуть даже не умер. Ну, в принципе, я его даже понимаю. Так, уничтожим этого фанатика. Опять-таки, три удара на него потребовалось. И, по-моему, здесь уже будет находиться, в принципе, да, такой достаточно редкий кадр, а именно гном с оружием с модификатором на тьму. Достаточно неприятные такие парни, надо сказать. Особенно и свечи, потому что у нас вообще нет никакой защиты на тьму. То есть даже никакого щита там, ни брони. Это все дело у нас появится только уже под конец игры, считайте. Это случится, как вы понимаете, далеко или скоро, где-то через четыре серии, насколько я понимаю. Ну, а пока что давайте входить непосредственно в шахты. Прыгаем вперед. Подождем, пока этот экран тут прогрузится. Точнее, следующая локация. Наверняка уже этот экран ноги поднадоел. Да, в принципе, к этому числу отношусь, к числу этих людей. Ну, в принципе, ладно. С этим шахтой мы уже совсем скоро покончим. Больше мы к ному наверняка даже не вернемся. Так что, может, эти уже не беспокоятся. Скоро уже все мучения останутся позади. Так, ну все, в принципе, открываются эти двери. Здесь у нас находится наша старая знакомая пресса. Так, ну здесь у нас, в принципе, ничего такого нет. И, как видите, прессы тут же больше не работают. Зато здесь у нас находится этот окненный элементарь. Который, видимо, работу этих прессов как раз-таки и нарушил. Так что мы его сейчас уничтожим за это. Потому что, ну, мы на ней старались. Он тут просто взял и все разрушил. Так, ну давайте, что ли, подлечимся по магии. Возьмем с собой эти два зелья восстановления магии. Заходим сюда. Здесь у нас находится, как обычно, секретик сотня золотых. Подбираем его. Затем прыгаем через это заграждение. И здесь на третье, по-моему, где-то три земляных элемента, если не ошибаюсь. В принципе, так и есть. И, к тому же, как видите, здесь уже больше дрели нету. Она уже прорылась там себе даже целую пещеру. И стремилась куда-то там дальше. Ну, во всяком случае, она там так и застрянет. Так что вы там дальше пробираться-то не сможете. Кроме того, как в эту пещеру пока что мы в эту пещеру входить не будем. Ну, мы, пожалуй, пойдем именно на территорию склада там. У гномов, повстанцев. И посмотрим, что там вообще могло произойти. Но там произошло достаточно много так изменений. Я думаю, вы это даже совсем скоро увидите. Пока что давайте наложим на себя регенерацию. Потому что здесь нам встретится тот афорист, по-моему. Так, подлечимся по магии даже. Потому что я точно помню то, что с этих войнов уже выпадает именно зелье восстанавливания магии. Ну, и к тому же, ребята, как видите, у них уже появилось оружие с различными модификаторами. Причем обоих. То есть, как видите, легионок стал все-таки неплохо так снабжать. Так, ну, пожалуй, уничтожим даже эти бочки. А то, мало ли, может быть, с них что-то так полезное выпадет. Так, ну что ж, прыгаем дальше. Скоро нам встретится такой неправильный фанатик. Я думаю, вы о нем еще помните. По-моему, где-то вот здесь. Да, вот, в принципе, он. Ну, почему неправильно? Потому что он даже не взрывается. Так, нам нужно будет сейчас, в принципе, отправиться вниз, чтобы уж как-то сюда не возвращаться. Потому что здесь у нас будет находиться, по-моему, еще два фанатика, там, с задним поворотом. Но так это все, можно будет уже подниматься на третий этаж и там посмотреть, что будет нового. Помимо, разумеется, усиленных гномов. Так, ну вот, они, в принципе, два фанатика. Сейчас мы с ними быстренько разберемся. Тремя ударами вбок. Так, ну вот, и все, в принципе. От каждого из них мы избавились. И теперь давайте возвращаться обратно. Может быть, даже остается из курицы. Так, ну все, вот мы уже на третьем этаже. Так, давайте мы сейчас сделаем небольшой такой поворот. И заодно посмотрим на одно такое небольшое новшество, которое вы еще так и не видели. Но это новшество будет, представляете себе, как ни странно, но пушки. Да, ребят, как видите, у этих постанцев уже появились пушки такие. Правда, стреляют они, как вы понимаете, слабо всего лишь какими-то взрывными камнями, которых урон вообще, курум на смех, особенно сейчас. Так, давайте мы сейчас вот этих пушкарей как-то замочим. Так, ну, может быть, мне даже не стоило с ними как-то особо церемонии оценивать, потому что и так достаточно слабенькие. А так, если кому интересно, то вы можете даже сами из этих пушек пострелять. Делать это следующим образом. Просто заходите на какое-то определенное место. И вот, как видите, одна пушка уже начинает стрелять. Если вы зайдете, скажем, сюда, тогда уже стреляют целых две пушки. Причем управляет ими только один человек, то есть мы. Так, ну ладно, в принципе, они даже особо ничего такого не делают, как вы понимаете. Так что мы пойдемте дальше. Уже непосредственно на склад. Так, ну и, как видите, здесь у нас уже встречает кномы с электрическим оружием, уже с топором таким, увесистым. То есть уже далеко не маленьким, как обычно. Так, предлагаю, в принципе, их сейчас всех заморозить, потому что урон у них далеко сейчас не маленький будет. Они нас даже могут наверняка убить, если мы будем сейчас без регенерации особенно. Так, давайте сейчас еще вот этого меченоса замочим и вот этого топориста с более большим таким паром боевым. Так, ну все, в принципе, от них уже больше ничего не осталось. Это накование, по-моему, больше ничего не делает. Точнее, она даже не делала ничего. Я просто думал, что она может быть какой-то секретом откроет. Это мало ли. Все-таки не зря она тут далеко не стоит. Так, ну ладно, пойдемте дальше, значит. Может быть, даже стоит подлечиться. Или хотя бы регенерации наложить, почему бы нет. Давайте мы это сейчас и сделаем. Так. Заворачивать сюда. Здесь у нас уже встречаются топористы с огненными топорами. Я думаю, стоит даже немножечко остудить их пыл. А то какие-то они уж больно бурзы стали. Со расстояния нас, видители, пытаются убить. Ну, кстати говоря, из них опять-таки упадают эти зелья лечения магии, так что опять-таки этим пользуемся. Так, это тоже у нас умирает достаточно быстро. Не знаю почему, но тут, видимо, стоял какой-то невидимый барьер, и я до фанатика просто не мог достать вообще. Так, ну умираю уже. Блин, какой вредный вообще оказался, а? Вряд никак не хочет. Ну ладно, в принципе, мы его уничтожили. Давайте уничтожим также этот ящик, который появился тут вообще непонятно откуда. И здесь мы находим, как ни странно, но опять-таки броненогонь. Уж не знаю, по какой причине разработчики решили добавить ее снова. Возможно, они просто фанатеют от огня. Ну, во всяком случае, я думаю, вы помните то, что мы уже получили подобную броню от кузнеца. Возможно, они просто подумали то, что мы не додумались туда сходить снова. И поэтому они нам дают второй шанс, можно сказать. Ну так, нам на втором этаже встретятся, по-моему, уже маги, которых мы уже встречали в начале. Правда, на этот раз они уже встречают молнию, если посудить по этому звуку. Достаточно такую неприятному. Еще с первого уровня. Так, давайте от этого избавимся. Эту заклинать прерываем. Так, и, по-моему, нам тут еще где-то фанатик должен встретиться. По-моему, он даже как-то вниз спрыгнул. Ну, в принципе, это совсем скоро выясним. И, кстати говоря, здесь нам какой-то интересный пол встретился, по-моему. Да, как видите, все-таки он тут отличается. Так что, возможно, он придет нас как раз к одному секрету, который я тут все время ищу. Ну, правда, я по нему ударяю, ничего такого не происходит. Так, может быть, тут какой-то рычаг есть, я не знаю. А, да нет, кажется, тут вообще ничего нет такого. Как видите, то есть никакой, блядь, там либо ямы, которой можно было спрыгнуть. Так, а где фанатик-то, собственно? А, в принципе, вот он. Не застал себя долго ждать. Прямо за нашей спиной он находился, так вот, подло. Так, ну, предлагаю, в принципе, подлечиться, потому что я там уже заметил, ездили в установлении второй магии. Обычно они всегда с этих магов выпадают. Ну, по крайней мере, на этой локации. Так, разворачиваемся. Зелье вместе с золотишком валяется вот здесь. За этих магов, как видите, дают 69 золотых. Ну, в принципе, это было вполне так даже праведливо, то, что дают за него, за этого мага. Побольше зелота, чем за фанатиков или воинов. Так. Убиваем его. Получаем еще одно зелье восстановления здоровья магии. Можно будет даже сразу подлечиться, почему бы и нет. Так, ну все, пойдемте дальше. Так. Прыгаем вниз. Это, как видите, нам этой заставочке с некросами покажут, потому что некрос уже давно ушел. Так, убиваем фанатика. Потом еще одного. Приступаем к магу еще. Так, ну и, может быть, даже подлечимся. Хотя, возможно, я это зря сделал, потому что... Мне уже этих изделий-то 49 стало. Ну, во всяком случае, у меня магия наверняка еще встретится, так что... Давайте хотя бы наложим регенерацию и пойдемте дальше. Так. Ну, возможно, в этом месте мы даже эту регенерацию раскачаем, скажем, до пятого ранга, то бишь до последнего. У нас тогда полости раскачанных затянаний станет еще больше, что будет просто замечательно. Так. Опять же, защищаемся варимой молнии, чтобы как-то дамаг наш снизить. Поднимаемся наверх. Надеюсь, он, по мне, больше стрелять не будет. Когда поднимаюсь, хотя бы правит ко мне его, Женя, таким образом. Так, ну, он сейчас уже не спрыгает. Конечно, неприятно. Где-то мне тогда за ним возвращаться. Он, по мне, даже как-то пытался выстрелить огненным штором. По какой причине? Причем он даже пытался сделать это в упор, как ни странно. Ну, ладно, в принципе, ему же хуже было. Он бы наверняка еще себя подорвал. Ну, возможно, он уже решил то, что все уже, его дни сочтены. И он решил то, что он просто покончит с собой и заодно нанесет мне какой-то ущерб. Так, ну, слава богу, эти камни не упали вниз, иначе мне пришлось бы за ними возвращаться, потому что я как-никак... Как это сказать-то? Идеалист, что ли? Потому что я все собираю. Не стараюсь чего-либо успускать и все такое. Так, уничтожим этих топористов, и сейчас мы поднимемся наверх, потому что, как вы понимаете, нас там будет один маг поджидать. Как вы, конечно, догадались по звуку. Уже пытался бы нам тут эти свои молнии выстрелить. Так, попытаемся помешать ему. К сожалению, это у нас не получилось, в принципе, ладно. Вовремя подлечились. Так, ну, теперь давайте используем орешек дашери. Ну, тогда побежали обратно ко входу в новую пещеру. То есть к дрели, я так полагаю. Так, ну вот и все. Вот мы уже на месте, уже где-то на входе в пещеру. Как видите, здесь нас уже встречали, ну, по крайней мере, встречали разноцветные камни. Теперь они уже почему-то окрасились обратно. Возможно, это просто какой-то баг, связанный с освещением. Но так у нас здесь находится хранитель, кто не видел. Там еще что-то прийти дрель имеется, которая там дальше не продвигается никак вообще. Даже если сюда, там, как-нибудь чуть позже по игре, еще сюда заглянете. То есть здесь у нас даже этот барьер, как обычно, находится невидимый. Мимо которого мы, понятным делом, пробраться уже не сможем. Мы даже не сможем прыгнуть, скажем, вот на эту тоску какую-то. Ну, ладно, в всяком случае, нам-то вообще-то нужно будет идти сюда, вот такие вот, окненные пещеры, что ли. То есть, как видите, здесь у нас находится лава. Которые вообще не советуют как-то приближаться, потому что даже если вы к ней приблизитесь, то наверняка даже умрете. Причем даже если вы в нее входить не будете, мне такое иногда просто получалось. Безлом не так. Ну, ладно, в всяком случае, здесь нас встречают земные элементы, как вы понимаете. Потому что еще вдалеке там виднелся огненный, по-моему. Который пытался по нам выстрелить. И таким образом как-то повредит нас. Так, ну, в всяком случае, от этих мы еще избавляемся. Берем с собой камни земли. Так, ну, теперь тут нужно будет припрыгнуть осторожно через эту огненную бездну. Так, отлично. А ну, неприятности уже позади. Даже не меньше. Уничтожаем огненный элемент или и он нам дает огненное оружие. Просто замечательно. Нам не потом еще пригодится. Следующая локация, которую мы там пойдем. Которую мы еще вообще не видели ни разу. Уже сразу после того, как мы выполнили там все задания с гномами связанные. Ну, пока же не буду открывать секреты, что это может быть локация. Я думаю, и так уже многие догадались, потому что она будет связана со льдом. Так. Еще минус один земляной элемент. Отлично, давайте. Берем с собой, как обычные камни. В принципе, тут низ я бы прыгать не советовал, потому что здесь у нас одна только лава есть. Ничего больше, то есть никаких секретов. Я все проверял уже. Во время своих предыдущих прохождений. Так, ну что ж, пойдемте дальше. И здесь у нас будет находиться достаточно интересная ситуация. Я думаю, вы узнаете этих парней. Это у нас дважды рожденные еще с первого уровня. То есть, вот как видите, все-таки да. Легион тут как-то в этом остании замешан. Да и, возможно, он имеет какое-то отношение к этим элементам, потому что они так взбутовались. Кстати говоря, мы тут еще получили броню на огонь, по-моему. Так, от важных рожденных мы тут избавляемся. У них, в принципе, оружие даже не поменялось, по-моему. То есть, как бы лава, так и остались. Так, ну теперь давайте что-ли используем зелье восстановления здоровья и магии. Чупы, нет. Так, ну, по-моему, тут уже все подобрал, так что пойдемте дальше. Тут нам еще двое этих скелетиков встречаются. Так, ну давайте что-ли их даже заморозим. Почему бы и нет? Чтобы как-то у нас было с ними меньше неприятностей. Ну так вот запросто они уничтожатся. Всего лишь с одного удара сверху. В принципе, ничего от них другое ожидать не стоило. Так, пойдемте дальше. Кстати говоря, узнаете все-таки эти интерьеры наверняка. Потому что они еще были с первого уровня. Поскольку у этих воинов в регионах вообще нет никакой фантазии. Поэтому они просто все свои коридоры как-то натипно так вот обустраивают. То есть тут у нас всякие разные ниши находятся, в которых наверняка были какие-то захоронения. О них уже все-таки позаботился дать некрас. Теперь эти захоронения уже в его рядах, можно сказать. Но так, нас здесь уже встречают где-то 3 или даже 4 окнаных... Точнее, земных элементов. Мне просто иногда так бывает, что 3 здесь встречаются по какой-то причине. Возможно, из-за бага какого-то. Но, во всяком случае, чтобы пройти дальше... То есть, как видите, двери у нас вообще закрыты. Чтобы пройти дальше, нам потребуется уничтожить только двоих где-то из них. Ну, во всяком случае, по моей памяти так было. Не, все-таки троих. Ну, или, возможно, нам придется уничтожить каких-то двух определенных. Так, ну вот, как видите, все-таки... Я уничтожил вроде бы троих, но двери так до сих пор не открылась. Ну, я вообще просто помню, потому что вроде бы какой-то элемент у меня еще оставался в живых, а двери так уже открылась. Ну, ладно, во всяком случае, давайте мы сейчас остановим наше здоровье и магию. Затем используем заклинание героизма, чтобы как-то наш уровень здоровья и магии повысился. Потому что, как вы понимаете, скоро уже предстоит нам сражение с боссом одним. С которым как раз-таки дадут нам полторы тысячи, о которых я уже говорил. И после этого мы сможем освободить нашего короля Дэйна и принца Тора. Ну, и, возможно, кого-то еще. В принципе, вы совсем скоро еще увидите. Так, ну да, вот, как видите, здесь у нас находится Тор. Там очень вдалеке Дэйд виднеется. А здесь у нас находится, как и странно, но призрак короля Эйдена. Так. Да, вот, как видите, в принципе, вот он и босс. Это вот такой вот здоровейный земной элемент, который иногда еще колдует регенерацию. Ну, причем весьма такого высокого ранга, по-моему, даже 4-го или даже 5-го. Как видите, на него даже заморозка не так уж хорошо работает. То есть где-то после двух ударов нужно будет заново его возобновлять, чтобы как-то поэффективнее его убивать. Ну, учитывая его размер, то, можно сказать, удары сверху наносят ему просто чудовищный урон. Как видите, после того, как мы уничтожаем его, уничтожается за мной эта защита на поле. Призрак разрастается просто до каких-то невероятных размеров. Как нам говорят, этот призрак является корней всех этих проблем, так что, возможно, они как раз-таки из-за него взбунтовались эти все элементы. Так, ну все, в принципе, вот эти прицы выбегают обратно в свой трон и зал. Нам предстоит сражаться с этим призраком. И, надо сказать, этот босс будет еще даже сложнее, потому что урон у него будет далеко не маленький. Особенно, если учитывать его оружие, которое он только что сейчас одел, а именно оружие на тьму. До него, к тому же, здоровья не так уж и мало. Ну, и если учитывать то, что это призрак, то на него даже здоровье не будет действовать. Так, ну что ж, давайте мы... Так, ну что мы возьмем-то? Ну, возможно, сейчас возьмем оружие с оптификатором на огонь уже, так вот, ну, видненько. Проверим уже его непосредственное действие. Кстати говоря, этот гном, несмотря на то, что носит вроде бы когтем наружу, он у нас еще колдует иногда Цветой Гнев. Это такое новое заклинание, которое мы еще не видели, но он у нас уже совсем скоро появится, в принципе. Так он у нас выглядит. Просто такая волна свет возникает. И дамажет тех, кто непосредственно находится рядом, у кого нет сопротивляемости к Цвету. Так, ну, так все, мы этого призрака уничтожаем, получаем с него оружие с оптификатором на тьму, называется Nightprinker, то есть, вроде бы как носитель ночи или как-то так. Ну, во всяком случае, это оружие нам тоже пригодится, уже следующая локация. Ну так, уже сразу после того, как мы уничтожаем этого призрака, уже появляется следующий портал. Ну, понятное дело, куда он нас отнесет, так это тронный зал обратно, чтобы как-то заново не мучиться-то все. Расстояние там проходить, обратно этот мостик там прыгать и все такое. Ну, короче говоря, заботливые разработчики. Как выясняется, Тор все-таки умер там по пути обратно в тронный зал, там свалился куда-то там в лаву. Ну, в принципе, лава, нас далеко не волнует его проблемы. Нас волнуют только проблемы касательно армии. Все-таки мы уже сделали все вещи, которые обещали королеву, соответственно, он должен сдержать обещание передатного своего распоряжения армии. Точнее, не в наше, скорее, Селестии. Ну, вот и все, ребят. Так, можно сказать, теперь мы уже кномами окончательно покончили, так что можно будет возвращаться обратно в Цитадель. Так, побежали обратно. И, как видите, нас здесь уже встречает Селестия. Точнее, ее огромная такая вот летающая башка магическая, которая говорит нам о том, что нам нужно будет отправляться к ней немедленно. Она нас уже сразу в Цитадель телепортнет. Так что, да, как видите, разработчики опять-таки постарались, чтобы мы лишний раз не страдали. Чтобы мы не возвращались обратно к нашему воздушному кораблю и как-то вот весь этот путь не проделывать, соответственно. Так, ну вот и все. Вот мы уже находимся на пути в тронный зал. Так что давайте сейчас поговорим с нашей госпожой Селестией и посмотрим, что она нам скажет. Так. Да, Селестия уже знает о том, что у Кноу все-таки было восстание. Наверняка они уже совсем скоро уладят и вернут уже к нам, как только решат уже все свои проблемы. Соответственно, они уже совсем скоро присоединятся к нашей войне против Некроса. Ну, а Лидия Архон, то бишь Селестия, говорит нам следующее задание. Точнее, диктует и нам его Урсан, понятное дело. Она вот что будет отправиться на ледники и там достать звезду... чего? Керафи? Ну, возможно, просто разработчики хотели сделать такой вот небольшой отсылку к героям меча и магии, думаю. Ну, просто стыдно уже не знать, как называлось просто первая игра серии героев мечей и магии, там, третьей части. А именно, возрождение Рафи. Это была страна на континенте от Дагарих. Ну, в принципе, ладно, отсылка на есть отсылка, а так нам нужно будет эту звезду как-то достать и вернуть ее уже Селестии. Она по какой причине там потерялась уже одного капитана? Капитан, скорее всего, даже сюда больше не вернется. Да, у нас, похоже, нет выбора, нам придется все-таки возвращаться и, точнее, идти в эти ледники. И, кстати говоря, именно так у нас выглядит оружие с заметификатором на свет, как у этого капитана Урсана. Наверняка у нее уже звезда Рафи есть, так что, возможно... Она нам просто рекомендует завязать эту звезду хотя бы для того, чтобы мы хотя бы были какими-то, не знаю, героями, чтобы это как-то соответствовало нашему статусу. Ну, ладно, во всяком случае, давайте, что ли, немножечко подготовимся к нашему будущему путешествию и пойдем уже непосредственно в магазинчик, и там что-нибудь закупимся. Так, ну давайте, что ли, съедим орешек Дашера, побежали. Так, ну вот, мы уже в магазине, заворачиваем. И, как видите, Петер с нами почему-то снова решил поговорить, и она говорит о том, что ему нужно будет, в общем-то, выполнить дело срочной важности, можно сказать. Он, в общем-то, поручает отдать некий магический талисман лейтенанта Фос, который находится рядом с госпожей Селестией. Это будет достаточно просто, так полагаю, просто вернуться туда, правда, знаете ли, все-таки придется туда возвращаться. Это звучит не так-то и приятно. Так, ну ладно, во всяком случае, давайте, что ли, купим здесь это зелье, которое она тут не доставала. Это зелье установления здоровой магии. К сожалению, орешков Дашера тут не продается, так-то они могли бы тут, конечно, пригодиться. Так, ну и теперь давайте, раз у нас тут уже достаточно много денег появилось, все-таки купим себе новую бронючку. Так, на всякий случай. Да, все-таки деньги есть, давайте покупать. Так, отлично. Теперь у нас появилась самая лучшая броня в игре, ну, по крайней мере, из доступного в магазине. Теперь давайте возвращаться обратно к Селестие. Так, ну, выбираем, в принципе, орешек Дашера, ну и побежали тогда. Так, вот мы уже в втором зале. Лейтенант Фосс, это вот этот парень, который стоит рядом с этим защитным полем, так что подходим к нему. Погрев с ним насчет талисмана нашего, который мы только что получили от Петроса. Так. Поком талисман. Это у нас талисман на защиту от Разма. К сожалению, Рудная так еще до сих пор не знает, где находится. Которая на щит. Он говорит то, что у него уже хватает этих талисманов, так что можем оставить его даже себе. И он нам говорит о том, что как только мы придем на пляж, то нам следует поговорить там с неким... Лейтенантом Шмидыка, о том, что нужно будет мобилизоваться. Ну, во всяком случае, мы на пляж вернемся далеко не скоро, уже где-то под конец игры. И как только мы с этим и Шмидыка поговорим, то, по сути, все, вот эти все побочные задания выполнятся. И он нам даст, ну, в принципе, кое-что. А кое-что вы наверняка еще узнаете. Пока же давайте уходить, наконец-то, с отодели. Мы здесь уже все дела наши сделали. Сиди в очередной раз шарешек Дашера. Ну и давайте что ли пойдем, проверим, что может находиться на территории тюрьмы и тренировочного зала. Так, вот все, мы уже на месте. Так что давайте мы сейчас разрушим все эти бочки. Наверняка мне говорили, что это такое интересное. Так, в этом ничего не было. Ну, а к тому же взорвалась еще. Хотя на ней вроде бы не было никаких таких пометок. Так, что бы это и будет. Здесь ничего нету. А здесь? А здесь у нас находится всего лишь какой-то камень земли. Нет, все-таки их четыре тут оказалось. Ну, в принципе, ладно, эти камни мне все равно уже больше не понадобятся, потому что у меня уже есть полный комплект экипировки на землю. Ну так, давайте что ли заглянем в тюрьму и посмотрим, как у нас там подживает наш брат. Уж не помню, как его зовут, по-моему, Николай. Так. А, это Джонатан. Ну ладно, в принципе. Передаем ему пламенный привет. По сути, все. Больше он теперь с нами разговаривать не будет. Ну а так, мы здесь опять-таки встречаем этого чемного мага, который говорит нам то же самое сообщение. То, что вот, нам не стоит тягаться с некросом. Нам нужно будет бежать от него как можно скорее. Мы ничего не сможем против этого поделать. Так, ну ладно. В принципе, в тренировочном зале ничего больше нового не появилось, так что да, можно будет уже отправляться на ледники. Правда, на этот раз нас уже туда отвезет далеко не Айрин, а какой-то крестоносец к тому же без имени. Ну ладно, в принципе, побежали. Так, ну что ж, вот мы уже на месте, где-то в доках. Как видите, здесь нас уже поджидает этот безымянный крестоносец на своем воздушном корабле. Это ракушки. И теперь он готов нас уже подвезти на ледники. Так, мы подождем, конечно, пока появится тут нового сообщения. В принципе, вот оно. Так, поднимаемся к нему. Все. Поехали на ледники. Как видите, наконец-то уже появилась новая картиночка, хотя бы, где Дрейк сражается за каким-то ледитным монстром. Правда, немножечко неправильным оружием. Я думаю, в следующей серии вы еще узнаете почему. А пока что да, предлагаю на сегодня закончить, мои дорогие друзья. Всем пока и удачи. С вами был Няш Калдфак Септ. И до скорой встречи в следующей серии по крестоносу бече и магии, где мы продолжим уже, точнее начнем, наконец-то, следовать эти ледники. Но пока что давайте дослушаем этот небольшой ступительный диалог между Дрейком и безымянным крестоносцем. Так, ну она говорит о том, что он вернется за нами уже после того, как мы подберем эту звезду Ирафи. Он где-то там сможет найти нас. Непонятно, правда, как он определит то, что в этом мы подобрали эту звезду Ирафи и что самое главное, где именно. Ну так это все. Всем до скорой встречи, мои дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!